Товарищи, это слово, ставшее символом свободы, равенства и братства, вошло в обиход нашей страны залпом Аврора 1917 года. Первое в мире социалистическое государство, открывшее эпоху строительства социализма и коммунизма, возглавил Владимир Ильич Ленин в 153-ю годовщину, со дня рождения которого мы отмечаем сегодня. Но это было не просто случайные порывы. Революция и создание социалистического государства произошли не спонтанно, они произошли потому, что была разработана глубочайшая теория и Владимир Ильич Ленин в своих работах «Империализм» как высшая стадия капитализма, государство и революция и ряде других работ проработал теорию и воплотил на практике строительство нового социалистического общества. Да, капитализм остался в мире. И, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, без теории нам смерть, смерть, смерть. Пренебрежение к теории строительства социализма обернулось тем, что в 90-е годы Советский Союз был развален руками предателей и действиями капиталистического мира. И не так давно наш президент Владимир Владимирович Путин выступая сказал, мы думали, что после того, как исчезнут идеологические противоречия, у нас не будет конфликтов в капиталистическом мире, ведь мы все едины. Так и хочется сказать, откройте конспекты Владимира Владимировича, все, которые вы делали участие в школе КГБ. Почитайте Владимира Ильича Ленина, почитайте его работу «Империализм как высшая стадия капитализма». Там все написано. Там написано о том, что капитализм – это конфликты. Капитализм – это борьба между монополиями и монополизацией. Глобализация мира, которая происходит сейчас, она только увеличивает эти конфликты. Да, капиталистический мир в 90-е годы разрушил Советский Союз и получив экономическую мощь, социалистического лагеря смог на 15 лет отсрочить свой кризис. Но кризисы неминуемы. И в 2008 году этот запас прочности, высосанный из социалистических стран, закончился. Начались новые капиталистические потрясения, начались новые конфликты, началась гиммуния со стороны Соединенных Штатов Америки. Это все вкладывается в ту теорию и в те заключения, которые были сделаны Владимиром Ильичом Лениным более века назад. Капитализм, когда он выходит на крайнюю стадию, он, естественно, прибывает к самым крайним методам диктатуры. И этим крайним методом диктатуры является фашизм. Именно фашизм был внедрен в Украине. И это произошло не просто так. Фашизм – это диктатура уничтожения пролетариата, рабочего крестьянства и трудящихся. Это диктатура принуждения их к более сильной эксплуатации. И если мы сейчас вспомним недавнюю историю, то в Украине, или на Украине, как принято у нас говорить, в свое время Петр Симоненко вышел во второй пункт выборов и чуть-чуть не хватило для того, чтобы Украина избрала президента-коммуниста. И именно поэтому мировой капитализм, используя националистические элементы Западной Украины, используя те корни бандеровщины, сделал все возможное, чтобы укоренить на Украине фашистовующий режим. И именно поэтому, для того, чтобы помочь пролетариату Донбасса, который был основой вот тех самых голосований за Коммунистическую партию Украины, именно для того, чтобы предотвратить уничтожение наших братьев под ласу, Коммунистическая партия Российской Федерации и поддерживает специальную военную операцию, и борется против фашизма. Именно поэтому Коммунистическая партия Российской Федерации в ноябре 2022 года на своем пленуме приняла решение созвать международный антивасибский форум. И он сегодня проходит в городе Героя Минске и принимает решение по противодействию фашизму. Это то же самое повторяется, что и было почти век назад, когда левые силы во всем мире вошли в народный фронт по борьбе с фашизмом. Именно левые возглавляли народный фронт и во Франции, и в Италии, и в других странах, в которых зверчуал фашизм. Мы с вами понимаем, что борьба в СВО не прекратила капитализм в нашей стране. Капитализм у нас остался. Вот тот самый капитализм, о котором некоторые умники в 90-е годы заявляли, нам бы так загнивать, как Западу. Вот этот Владимир Ильич Ленин заявлял о том, что капитализм загнивающий. Вот нам бы так загнивать. Ну что, получили загнивание? Через обманутых дольщиков, обманутых пайщиков, эксплуатируемых христиан, безработицу. Вот то, о чем говорила молодежь. Отсутствие перспектив для роста, для возможности нормальной жизни, для возможности построения своей семьи. Это все подтверждает, что капитализм загнивает. А если мы рассмотрим на Запад, что там творится в моральном плане? ЛГБТ. Вот эта радужная, голубая, розовая и прочая плесень, которая захватывает мир, отвлекая от решения насущных противоречий между трудом и капиталом. Не так давно ученые Российской Академии Наук заявили о том, что росту ВВП в стране мешает низкий уровень доходов большинства населения. Мол, низкая покупательная способность. Да посмотрите, товарищи ученые. Иосиф Виссарионович Сталин в 1930 году, докладывая 16-му съезду ВКПП, говорил о том, что принцип капиталистического мира, принцип капиталистических кризисов и состоит в том, что капиталист платит своему работнику минимальную зарплату только для того, чтобы он выживал. Потому что основная цель капитализма остается все та же. Прибыль, прибыль любой ценой. И поэтому мы говорим о том, что необходимо поднимать народные массы. Только массы решают вопрос перехода к новым формациям.